Ее амплуа в кино и театре – образ за русский красавец, ведь именно такой и была актриса Татьяна Федорова, которую в шутку называют шестой невестой Ефрейд Разбруева, которую он проморгал из-за собственной болтливости. В конце 80-х годов актриса неожиданно уходит из театра и кино, и информация, которая о ней появляется, крайне скудная. Что же случилось с Федоровой и почему она покинула сцену? Татьяна Федорова не собиралась быть актрисой, девушкой из простой семьи после окончания школы, работала продавщицей в магазине и совершенно случайно оказалась в любительском театральном кружке, куда ее пригласила подруга. Обладая незаврядной внешностью русской красавицы и очарованием, Татьяна Федорова играла на сцене так, что руководитель кружка посоветовал ей поступать в профессиональное театральное училище. Так Татьяна оказалась в знаменитой школе студии МХАТ, закончив которую по распределению попала в театр Советской армии. Ее актерский дебют был очень ярким. В театре она играла главные роли почти во всех спектаклях, которые ставил режиссер. Первая роль в кино также стала знаковой. Татьяна сыграла шестую невесту в фильме «Семь невесты Фрейтера Збруева». Наверняка многие зрители радовались за Костю Збруева, когда тот после неудачных поисков из Китании приезжает к простой, но очень красивой деревенской девушке Валентине, чистой, как вода в роднике. Костя встречает взаимные чувства, но тут же обидно упускает девушку из-за своего длинного языка, начав трепаться про прежних девушек и обидев этим Валю. Досаду от этой потери зрители разделяли вместе с Фрейтером Збруевым, который переоценил себя, как скажет он сам. По воспоминаниям актера Станислава Садальского, у Татьяны Федоровой были очень серьезные чувства к режиссеру Владимиру Мотылю, у которого она снялась в фильме «Звезда пленительного счастья». Эти чувства были взаимные, но Владимир Мотыль был женатым человеком и отношения между ним и Федоровой, конечно, были непростые. В итоге роман закончился ничем, а Федорова неожиданно ушла из театра и кино. Ее коллеги узнали о том, что Федорова ушла работать простой медсестрой в больницу при Московском Патриархате, а затем и вовсе ушла в монастырь. В 2016 году у Татьяны был 70-летний юбилей. Из коллег ее вспомнил и поздравил только актер Станислав Садальский, который сообщил, что ее следы потерялись, и попросил откликнуться Татьяну и рассказать о себе. Мы не знаем причин, по которым она ушла со сцены и связала свою жизнь с религией, и можем только догадываться об этом. Тем не менее, Татьяна Федорова останется навсегда русской красавицей, которую потерял не только и Фрейд Рызбуев, но и все зрители. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!